Девушки отдыхают В преддверии профессионального праздника всех причастных к этой нелегкой подземной профессии работников Заполярья поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Север это вообще место для сильных людей, для сильных мужчин, для очень терпеливых, их таких характерных женщин. И вот то, где я сегодня побывал, в руднике, где добывается та руда, которая дает работу, которая дает зарплату, которая дает налоги области, конечно, очень впечатляет. И самое главное впечатляет то, что постепенно вот тот очень непростой труд в тяжелых условиях становится все более современным. Место новым технологиям. Компания «Нурнитель» инвестирует в это, обновляет. Во-первых, уже есть четкое управление в той самой диспетчерской, в которой мы сейчас находимся. И постепенно, в том числе, организуется переход к таким максимальному, минимальному количеству людей внизу в самом руднике. Поэтому я, во-первых, всех поздравляю причастных к этой работе, всех тех, кто своим нелегким трудом развивал этот производ, всех ветеранов горняков. И, конечно, хочу пожелать успехов, здоровья и развития и процветания компаний «Нурнитель», всем нашим компаниям, которые к этому празднику причастны. Губернатор области адресовал теплые слова всем шахтерам, или, как принято говорить у нас, в Заполярье, горнякам во время своей рабочей поездки на рудник Северной Кольской ГМК. Наша съемочная группа сопровождала Андрея Чибиса. Праздник. С теплой встречи начался визит губернатора, после чего перешли к обязательным для всех, без исключения гостей и работников сложного горнодобывающего передела компании, инструкторжу по технике безопасности и медицинскому осмотру. Здоровье в норме, медики дают разрешение на спуск под землю. После получения самоспасателя и персональных шахтерских светильников, оснащенных особыми электронными метками, позволяющими вызывать каждого работника и отслеживать его местоположение под землей, губернатор области и генеральный директор компании отправляются к вертикальному шахтному стволу, чтобы спуститься под землю с помощью транспортной кабины, называемой клетью. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко спускаются на отметку минус 440. Именно там и начнется основная часть знакомства с работой рудника «Северный». Общая протяженность этого подземного горизонта порядка 15 километров. Он еще находится в разработке, чтобы можно было добывать руду из центрального, западного и восточного рудного тела. Глава региона прошел по грузовой ветке, ознакомился со схемой подземной добычи руды, с системами, обеспечивающими безопасность, с работой насосной станции и бункерно-дробильного комплекса. Здесь у нас получается конвейерный уклон, внизу у нас еще один бункер приемный, который выходит уже непосредственно на загрузку, скиповое стол выдается руда на поверхность. Следят за перемещениями губернатора и генерального директора. Вот за этими дверями, это диспетчерская. Это современный центр управления подземными работами. Он был создан примерно полгода назад. Цифровые технологии в действии. Вся информация о работе сложного горнодобывающего комплекса на этих экранах. Установленное во время модернизации современное оборудование позволяет более эффективно использовать внедренные на Кольской ГМК за последние два года автоматизированные системы. Такие программы, как автоматизированное планирование горных работ, программы связи, программы промышленного телевидения, программы позиционирования людей. Данные системы позволили нам увеличить производительность, снизить издержки, а также положительно сказались на снижение травматизма. Я очень порадовался, что, например, система откачки воды, а это жизненно важный объект, она фактически управляется без людей. Автоматически, как в лучших водоканалах мира и страны. И культура бережливого производства, даже на ремонтных участках, показывает очень внимание к этим деталям. Вот та диспетчерская, которую мы здесь посещали, то, как это организовано там внизу, это все показывает о высоком уровне организации труда. Поэтому, конечно, очень хочется, чтобы труд был более безопасным, чтобы условия труда позволяли, по сути, с джойстиком управлять производственным процессом. И очень важно, что это действительно очень активно происходит. После посещения объектов рудника губернатор области и генеральный директор Кольской ГМК вручили награды сотрудникам компании. Церемония из соображений антивирусной безопасности прошла в ограниченном формате. Работа шахтера мне очень нравится. Еще и облагодарили, награду дали. Ну, ответственность, можно сказать, очень сложная. Потому что только внимание, внимание и внимание. Сегодня особенно, потому что присутствовал губернатор и генеральный директор, поэтому особенно приятно получить награду из рук губернатора. Конечно, работаем. Будем работать. Я уверен, что здесь находятся те лучшие представители нашей с вами профессии, которые как раз своим трудом и прославляют наше предприятие и наши горные активы. Вы понимаете, что даже присутствие губернатора говорит о том, что мы не проходное предприятие. Предприятие, приносящее серьезный вклад не только в Мурманскую область, но и в общем-то в экономику страны. Поздравляю вас с выбранной вами профессией. Поздравляю вас с тем, что вы достигли на этом поприще определенных высоких профессиональных достижений. Ну и традиционно крепкой крови над головой. С праздником! Петр Широбоков и Андрей Бричко. ТВ21+. Заполярный. Итак, завтра, 30 августа, в нашей стране будет отмечаться День Шахтера. В честь этого праздника на канале ТВ21+. выйдет в эфир специальная программа. Откроет специальную программу документальный фильм «Люди с характером». Он о сегодняшнем дне горнодобывающей отрасли, о ее прошлом и будущем, об инновационных технологиях, которые заботятся о безопасности и экологии и помогают добиваться высоких результатов. Однако главный герой фильма – не машины и современные установки, а специалисты, которые трудятся на предприятиях компании «Норникель» на Таймыре и в Мурманской области. Это лучшие представители профессии, люди крепкой породы. Их труд закаляет характер и формирует достоинство рабочего человека. День Шахтера Это добрая и познавательная история про дружбу медвежонка и мальчика. Ленька знакомит Ухтика с профессией горняка. О ней он знает не понаслышке, ведь его папа – горняк. Праздничная программа выйдет в эфир 30 августа в 15 часов 30 минут. Ее повтор в 20 часов 35 минут. Ну а теперь к другим важным темам. И одна из них – это, конечно, здоровье. В Мончегорский и Печенский район продолжает поступать помощь градообразующего предприятия для борьбы с коронавирусом. В очередной партии был груз медицинского и гражданского назначения. В коробках, которые рабочие размещают в здании склада Мончегорской ЦРБ, 2000 контуров – гибких проводников газовой смеси от аппарата искусственной вентиляции легких к пациенту. Они просто необходимы для нормальной работы анестезиологов и отделения реанимации. Они, конечно, одноразовые, и нам нужно достаточно большое количество контуров. То количество контуров, которые к нам сейчас приходят, решит проблему на долгие месяцы вперед. Руку помощи Норникель протягивает Мончегорску и Печенскому району и в подготовке к новому учебному году, и к периоду массового возвращения северян домой после отпуска. Компания приобрела для муниципалитетов 99 облучателей рециркуляторов воздуха. Грузили очередную партию для предпринимателей города Мончегорска. Это были облучатели 53 единицы. Дополнительно 6 единиц отгрузили в заполярные. Это в дополнение к ранее отправленным уже 30 облучателям. Ну, мы понимаем, Кольская ГМК понимает ответственность и продолжает активно помогать жителям. Уже несколько месяцев успешно работает и кислородная станция, приобретенная в рамках соглашения о сотрудничестве между областным правительством и Норникелем. За время работы она произвела около 5 миллионов литров жизненно необходимого газа. Вот это очень большой объем. Это позволило решить многие наши проблемы с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и по другим профилям. То есть мы теперь не испытываем абсолютно никакой сложности в наличии кислорода. Если раньше это были кислородные баллоны, то теперь мы получаем кислород напрямую от станции. Благотворительная помощь Норникеля продолжает поступать малому и среднему бизнесу, школам и социально незащищенным слоям населения Мончегорска и Печенского района. Только на эти цели за два летних месяца было потрачено более 23 миллионов рублей. В том числе и в свое время было закуплено 59 ноутбуков для детей, которые их не имели, для того, чтобы они могли закончить образовательный процесс прошлого учебного года. Еще раз скажу, что мы оперативно владеем ситуацией, оперативно находимся все время в постоянном контакте с муниципальными властями, с областными властями и реагируем своевременно на нужды и потребности. Поддержка Норникелем городов, где расположены ее производственные мощности, будет продолжена. В общей сложности до конца года компания потратит на антивирусную безопасность своих сотрудников, помощь медучреждениям, предприятиям малого и среднего бизнеса 20 миллиардов рублей. Ну и вот за активное участие в борьбе с пандемией на оперативном совещании в правительстве области отметила вклад компании Норникель вице-губернатор Оксана Демченко. Поблагодарила компанию. Благодаря помощи Норникеля в Мончегорске у нас создано и укомплектовано медицинским оборудованием отделение по лечению от новой коронавирусной инфекции. Была отремонтирована лаборатория для тестирования, появилась новая кислородная станция на приобретение противовирусных препаратов. Для пациентов компании было выделено более 6 миллионов рублей и сейчас выделено порядка 9 миллионов рублей на ремонт компьютерного томографа в Мончегорской ЦРБ. Ну и вот еще один конкретный пример помощи. В Мончегорске на базе центральной районной больницы подготовлена к открытию обновленная лаборатория. Туда при финансовой поддержке Норникеля поступила финальная часть специального оборудования для проведения исследований. В кабинетах новой лаборатории заканчивают последние приготовления. Осталось совсем немного. Снять пленки с приборов, разместить на стеллажах расходные материалы. Докомплектовать центрифуги стаканами определенными, докомплектовать подсоединение, ну в принципе, что уже почти сделаны, вот такие ламинарные шкафы. И в принципе в процесс можно уже входить. В настоящий момент присутствуют все разрешительные документы для того, чтобы мы могли полноценно приступать здесь к работе. Работа пойдет поэтапно в четырех кабинетах. В первом пробы будут сортировать и проверять на герметичность. Это нужно, чтобы результат не оказался ложноположительным. Во втором кабинете пробирки впервые откроют и подготовят к исследованию. В третьем кабинете стоят ламинарные шкафы, особые вытяжки, которые позволяют лаборантам не заразиться, находясь так близко к вирусам. Мы их получили буквально только что с помощью, естественно, кольской компании, я не знаю, там уже какие поклоны бить, да. И с помощью в этот раз городского благоустройства, с помощью администрации города, значит, мы привезли, доставили, выгрузили. Сегодня, вчера и сегодня, значит, мы их монтируем. Здесь, следующий этап, здесь уже будут работать два доктора, два специалиста, будут так называемые выделения, вот этого уже возбудителя. То есть здесь уже наиболее сложные, наиболее проблемные, наиболее серьезные. Пробы передают из кабинета в кабинет через систему шлюзов. Лаборант с той стороны ставит контейнер и закрывает дверцу. Лаборант с этой стороны открывает дверцу и забирает анализы. Самое важное, конечный результат будут получать в четвертом кабинете. Именно здесь заканчивается ручная работа и в дело вступает амплификатор, главный прибор лаборатории. Происходит последний, заключительный процесс амплификации, то есть уже непосредственно выделение самого возбудителя. И здесь уже качественный результат, количественный. То есть здесь мы уже будем видеть, либо проба полностью отрицательная, либо в пробе есть остатки, обломки вот этого вируса, возбудителя, и будем знать концентрацию его там. И поэтому мы можем уже определить, на какой стадии находится болезнь человека. Современный амплификатор ламинарные шкафы покупали и везли из-за границы, из-за чего запуск лаборатории, отремонтированный КГМК, еще в апреле, сдвинулся на конец августа. Стоимость этой последней поставки составила 10 миллионов рублей. А всего с начала ковид-кризиса компания вложила в обеспечение Мончегорской медицины более 240 миллионов. Чтобы обеспечить ковид-диагностику в период ожидания большой лаборатории, Норникель купил и передал Мончегорской ЦРБ две экспресс-лаборатории, стоимостью более 110 тысяч долларов каждая. Они усилят обновленную лабораторию. Осмотреть ее перед открытием приехал директор компании Евгений Борзенко. Я не медик, мои медицинские и в лабораториях познания невысокие. Но я прочувствовался, когда мне восторженно рассказали масштабы и возможности этой лаборатории. Поэтому будем считать, что первые отзывы тех персоналов, тех медиков, которые будут работать, мы получили, они крайне положительны. Новая лаборатория позволит ежедневно проводить до 500 ПЦР-тестов на коронавирус. Причем результаты исследований будут выдаваться в течение 5-6 часов. Раньше для этого пробы приходилось отправлять в Мурманск. Но и после победы над пандемией лаборатория не потеряет актуальности. Современное оборудование позволяет оперативно определять самые разные инфекции, увеличивая шансы северян на выздоровление. А вот теперь еще к одному заметному событию, но уже в производственной сфере. На обогатительной фабрике Кольской ГМК была внедрена система «Советчик». Она предназначена для максимального увеличения показателей по извлечению никеля из добываемой руды. Уверенный шаг к фабрике будущего был сделан чуть больше года назад, когда на Кольскую землю приехали специалисты, созданные в Норникеле цифровой лаборатории. Первым нашим визитом был приезд к общению с руководством Кольской ГМК, генеральным директором Борзенко Евгением Викторовичем и его специалистами, где и была поставлена задача посмотреть проблемы на обогатительной фабрике. После нашего приезда на обогатительную фабрику мы встречались с тогдашним начальником обогатительной фабрики Гетманом Дмитрием Сергеевичем. Тогда Дмитрий Гетман попросил экспертов цифровой лаборатории подумать над возможностью автоматической обработки информации. Нужна была система, способная одновременно анализировать данные многочисленных приборов и датчиков, которыми оснащены сегодня все переделы фабрики. При этом нужно было помочь оператору не просто контролировать процесс, но и основываясь на анализе больших данных, делать его эффективнее. Спустя год такая система была запущена в работу. На обогатительной фабрике уровень автоматизации технологического процесса достаточно высокий, он позволяет использовать все данные, которые есть, без каких-то дополнительных устройств. Единственное, что было установлено дополнительно, это видеокамеры, которые позволяют наблюдать за пузырьками и пеной во фотомашинах. На сегодняшний момент процесс представляет из себя анализ больших данных, то есть это содержание никеля в продуктах, в руде, в концентрате, в хвостах промежуточных продуктов, параметры оборудования, уровни, расходы и так далее. В принципе, та система, которая анализирует эти данные, она способна выводить зависимости и сама принимать решения. Впрочем, совсем без человека не обойтись, ведь даже самую современную систему сначала надо обучить, учить, а потом и контролировать ее работу. Если оператор не принимал отчеты и данные показатели, скажем так, были достаточно хорошими, значит, в подсказчик уходит информация, и он как бы сам себя еще и обучает. Таким образом, чтобы в следующий раз учитывать такие характеристики и уже подсказывать оператору правильные действия. В любом случае, и машина, и ситуация бывает очень разная в производстве, которые даже еще сегодня ни оператора не сталкивался, ни машина не сталкивалась с такой операцией. Машина может остановить все, человек может понимать, что в данной ситуации остановка не обязательно, важно принять какие-то действия, чтобы продолжалась работа. Поэтому, я думаю, мы фабрику будущего, наверное, вряд ли еще пока запустим, но стремиться к этому будем. Внедрение мирового опыта по цифровизации производства продолжается. Сегодня на обогатительной фабрике внедряются сразу несколько инновационных проектов. По апробации поточного анализатора качества руды, разработке экспресс-метода определения вкрапленности никельсодержащих минералов, а в недалеком будущем здесь появится и цифровое хвостохранилище. Его проект на конкурсе Mining Digital в рамках международного форума MINEX занял почетное третье место. Такая цифровая расшивка узких мест сделает технологический процесс более инновационным и эффективным. Петр Широбоков, Виталий Попков и Павел Удалов, ТВ-21. В никеле появится новое производство. Уральская компания, которая занимается переработкой шлака, зарегистрировала дочерние предприятия в поселке. Предполагается, что производство займет часть территории плавильного цеха Кольской ГМК. Что же получат простые жители никеля, кроме рабочих мест? И почему производство на Крайнем Севере интересно Уралу? С представителем компании из Екатеринбурга встретились корреспонденты ТВ-21. Мурманский абразивный завод «Юридическое лицо» с таким названием появилось в никеле. «Уралгрид» открывает в Печенском районе дочернее предприятие. Главный интерес уральской компании – шлаки, отходы металлургического производства. Из них специалисты делают абразивные материалы. Делаем абразивные порошки, разные фракции, которые используются для очистки поверхностей, используются судоремонтом, судостроением, «Газпром». Вообще нефтегазовая отрасль много потребляет нашей продукции. Значительная часть идет на оборонку. «Уралгрид» имеет три предприятия в России, все они расположены на Урале. Мурманский абразивный завод станет четвертым филиалом и первой производственной площадкой на северо-западе. Потенциал заключается в том, что близко граница, близко водные пути. Мурманский порт рассматриваем, порт Киркинесса, ну и большая сырьевая база. Сырья в никеле действительно много. Сейчас специалисты подсчитывают точное количество объемов шлаков. По предварительным оценкам, запасов хватит минимум на 75 лет. Новое производство позволит решить сразу два вопроса. Компания «Норильский никель» во-первых, заинтересована в создании рабочих мест в поселке Никель, в первую очередь, и в Печенском районе. А во-вторых, мы заинтересованы в ликвидации накопленного экологического ущерба, которым являются шлакоотвалы, накопленные на территории поселка Никель, прилегающий к плавильному цеху. Новые рабочие места в первую очередь будут предложены сотрудникам закрывающегося плавильного цеха. Представители некоторых профессий идеально подойдут для работы на линии по переработке, где будет проводиться сушка и сортировка шлаков. Сейчас началась процедура регистрации аренды земли, и одновременно на Урале ждут очередную партию шлака для исследования. Его Андрей Рычков планирует отправить транспортной компанией. Это будет уже не первый анализ материала. Дворительные результаты показали, что шлак идентичен тому, что у нас используем на других заводах. Это самый подходящий, да. По твердости немного выше, чем мы ожидали, то есть это еще лучше. К строительству нового производства на территории никеля Уралгрид планирует приступить в этом году. Заработать оно должно в 2021-м. Многие пессимисты утверждали, что никто сюда не придет, ничего здесь не будет, работы не будет, что никель заглохнет, станет вторым приечным. Большинство людей, конечно, желает остаться в никеле. Большинство моих родных, близких, которые работают в компании, желали бы, конечно, остаться здесь. Северная природа, рыбалка, близость к границе. Многие жители никеля, даже уходя на пенсию, не желают покидать родной поселок. Часть молодежи, конечно, стремится в большие города, но и тех, кто хочет жить в небольшом населенном пункте, хватает. Главное, говорят люди, чтобы работа была. Анастасия Степанова, Александр Саницкий, ТВ21+. Образовательная платформа «Академия Норникель» теперь доступна для всех сотрудников компании в режиме онлайн. Эта возможность легко и удобно получить дополнительные знания на актуальных для Норникеля онлайн-курсах и вебинарах, посвященных в том числе и таким темам, как тайм-менеджмент и эффективные коммуникации. Также в «Академии» выложены все вебинары, прошедшие в Московской школе управления Сколково по программе «Цифровой Норникель». Сейчас на площадке в свободном доступе более 30 курсов, и этот список будет регулярно пополняться. Запускаются на платформе «Академии Норникель» и несколько проектов корпоративного университета. Мы работаем над тем, чтобы помочь предприятиям Норникеля повысить эффективность процессов. Хотим сделать процессы, если можно так выразиться, чистыми. Помогаем коллегам подбирать инструментарий и настраивать работу по-новому. В помощь нам технологии бережливого производства, автоматизация, внедрение цифровых технологий. Своя платформа для обучения в компании – это очень полезный ресурс для организации. Нашим пользователям я желаю открыть для себя еще одну возможность для саморазвития. На платформу «Академия Норникеля» можно зайти из корпоративной или общедоступной сети интернет с помощью компьютера или воспользоваться мобильным приложением «Академия Норникель», которое доступно для скачивания в Google Play и App Store. В онлайн-формате продолжается и бизнес-среда. Это встреча с экспертами из сферы торговли, экологии и туризма. Они придуманы в помощь тем, кто решился открыть собственный бизнес. Главная тема третьей бизнес-среды – что нужно предпринимателю для старта бизнеса в сфере экологии. Предприниматели не просто рассказали, как сделать любой бизнес экологичнее, но и как можно использовать опыт крупных городов на Крайнем Севере. Начните принимать макулатуру, стекло, пленки, что-то еще, 4-5 позиций. Делайте небольшие товарные парки. Тут не нужно копить на фуру, потому что это очень долго и поначалу дорого. Самое главное – это бизнес-процессы. Самое главное – смотреть на то, что приносит деньги и думать, как развивать эту часть. Потому что помогать можно будет, когда научитесь зарабатывать. Цикл онлайн-встреч «Бизнес-среда» проходит при поддержке конкурса беспроцентных займов от компании «Норникель». Я надеюсь, что тот опыт, который есть у ребят, у спикеров, он поможет сформировать понимание того, что необходимо, как необходимо, как это можно сделать. Это подтолкнет заявиться и сделать качественную заявку. Последняя четвертая «Бизнес-среда» состоится в следующую среду, 2 сентября. Известный маркетолог расскажет про особенности продвижения малого бизнеса и разберет три проекта участников конкурса. Полную версию онлайн-встречи можно найти на интернет-ресурсах центра «Вторая школа». В Печенском районе на два украшенных дома стало больше. Каждый год мастера граффити из России приезжают в Мурманскую область и воплощают на фасадах идеи местных художников. О том, трудно ли было работать в этом году и сколько краски ушло на большую картину, рассказал художник-оформитель Роман Левашов. Разметка – это первая стадия начала работ. То есть сперва мы размечаем, точно переводим рисунок на стену, после чего начинается вторая стадия – это сама роспись. Роман Левашов в Кольском Заполярье – частый гость с 2016 года. Он успел побывать в Заполярном Никеле, Полярном и Мончегорске. Каждое лето его команда «Раскрасим все» расписывает фасады домов. Приезжать приходится во второй половине августа, когда заканчивается полярный день. Потому что для начального этапа нужна темнота, рисунок на стену выводится с помощью проектора. Выставляем проект и просто обводим все контура, все нужные части, чтобы не ошибиться в расположении рисунка и точно перенести его на фасад таким, как он есть. Эскизы – это, как правило, творчество местных художников. Ежегодно компания «Нурникель» проводит конкурс «Добай в городу красок». Жители городов, где присутствуют предприятия компании, предлагают свои идеи, что они хотели бы видеть на стенах городских домов. В Печенском районе в этом году дважды победила Анастасия Емельянова. В Никеле на торце пятиэтажки появилась влюбленная пара, сидящая у озера. На создание этого произведения у художника-оформителя ушел один день. В заполярном рисунок оказался сложнее. Это продолжение футуристичной темы, которая здесь же тоже выполнена на пяти фасадах. То есть это получается завершающий фасад. Здесь мы постарались добавить больше природы. Вот такой замечательный вид с шарами. В общей сложности пять суток потратила команда «Раскрасим все» на создание уличной картины. Коррективы внесла погода из-за сильного дождя и ветра. Не всегда удавалось продолжить работу. Сам рисунок тоже оказался сложным. На него ушло три ведра фасадной краски, 250 баллончиков с разными цветами и оттенками. Очень большая палитра, которая, возможно, не сразу видна на фасаде, но тем не менее фасад наполнен очень большой цветовой гаммой. Работа на фасаде, конечно, главная сложность, наверное, это то, что мы работаем с автовышки. И когда стоишь в люльке, не видно картину в целом. То есть картина уже появляется, когда ты уже слезаешь с вышки, либо отъезжаешь подальше. Местные жители старания художников оценили. Каждый новый дом они разглядывают с интересом. Да и теми, что нарисованы раньше, полюбоваться не прочь. Вот только сорвали дом у нас с торца. Этот выходит на парк новых возможностей, так у нас парк там называется. Там красиво получилось, все хорошо, нам нравится. Я вчера проходила, мне там понравился последний красивый, да? Яркий такой. Мне вот, допустим, снегирьи нравятся. Да все нравятся. Мне, допустим, море, чайки. Все, все, все нравятся. Сейчас в Заполярном 12 домов с разрисованными фасадами. В Никеле 8. Каждый из них отдельное произведение искусства, о котором с удовольствием говорят жители района. Анастасия Степанова, Александр Саницкий, ТВ21+. Еще больше интересного мы обязательно расскажем и покажем вам в следующий раз. Фабрика новостей завершает свою работу в эфире с наступающим днем «Шахтера». В студии был Петр Шарабоков. И помните, что даже маленькое дело всегда лучше большого безделья. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова